Компания, проработавшая на линии 10 лет, год назад оказалась не у дел. Агастранс не допустили к очередному конкурсу на обслуживание трех городских маршрутов. Тогда автопредприниматели уверяли, их отстранили незаконно, придравшись к мелочам. Например, у Агастранса нет видеонаблюдения в салоне, есть пеня в несколько копеек. А то, что их конкурент Транслайн пригнал на конкурс чужие автобусы из Бийска, просто показать. На это глаза тогда закрыли. Уверенные в своей правоте, агасовцы почти год судились с мэрией. И вот, наконец, решение суда. Эти обстоятельства мы доказывали в суде на протяжении года. И на текущую дату состоялись решения по всем нашим искам. Суд признал, что действительно было нарушение закона со стороны конкурсной комиссии при проведении конкурсов. Казалось бы, какое дело простым пассажирам до этих разборок. Однако новый перевозчик тогда успел печально прославиться. У его автобусов отваливались на ходу колеса, а один из них даже сбил насмерть женщину. Нарушения в итоге заинтересовали прокуратуру. Транслайн отстранили, маршруты вернули Агасу. Но временно, до новых конкурсных процедур, которые, уверяют в городской администрации, уже пройдут по новым правилам. Ведь, как выяснилось, проблема была в частности в несовершенных документах-постановлениях, определяющих порядок конкурса. Все замечания, которые были со стороны ФАС, надзорных органов, они уже давно все устранены. Проведена новая экспертиза с прокуратурой совместно. Уже не проект, уже постановленный, то есть порядок проведения конкурса доработан. И по новому доработанному порядку будут проведены конкурсные процедуры. Новая конкурсная процедура будет запущена, когда судебное решение вступит в силу. Случится это в конце марта или в апреле текущего года. Собственно, тогда и решится, на каких автобусах и с какими водителями будут ездить пассажиры сразу трех маршрутов Барнаула. Илья Кочетков, Александр Антропов, Алексей Фризин. День с толком.